Нет ничего более художественного, чем любить людей. Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка. Винсент Ван Гог. Винсенту Ван Гогу по праву принадлежит исключительное место в искусстве 19-го столетия. Его творчество связано с Голландией, где он родился и провел юношеские годы, и с Францией, где он жил с 1886 года до своей трагической смерти. Ван Гог был живописцем мощного творческого темперамента, какие рождаются не в каждой стране и не в каждом столетии. Его искусство было созвучно времени, в которое он жил, и одновременно опережало его, открывая новые пути к постижению реальности для художников 20-го века. Винсент Ван Гог принадлежал поколению художников-постимпрессионистов, которым критика в начале 20-го столетия причислила, кроме самого художника, еще Поле Сезанна, Поле Гогена, Анри де Тулузо Лутрека. Как видно из самого термина «постимпрессионизм», эти мастера вступили на художественную арену после импрессионистов, в период распада их содружества и в поленнике с ними. В 1888 году Поле Гоген предлагал более точный термин по отношению к искусству мастеров нового поколения – синтетизм, то есть синтезирующий метод, но он не прижился. В отличие от импрессионистов, постимпрессионисты не создали художественно-выставочного объединения. В их время в этом не было необходимости, так как они с середины 1880-х годов выставлялись в салоне независимых, куда принимались без участия жюри, и что было главным, все они были столь яркими индивидуальностями, что объединение на общей эстетической платформе было для них просто невозможно. Кроме того, они оценивали современное салонное искусство как создание для мещанских слоев общества, имели свой взгляд на творчество импрессионистов. Через увлечение методом, которых каждый из них прошел в свое время, все они хотели идти собственным путем создавать искусство, более созвучное новому времени. Я верю в абсолютную необходимость нового искусства в цвете и во всей жизни целиком. Эти слова Винсента Ван Гога очень точно выразили программу постимпрессионистов. Их объединяло презрительное отношение к общественным буржуазным мещанским ценностям, выраженным в искусстве. Ипотаж этих ценностей, окруженный духом декаденства. В ответ на это нежелание считаться с общественными условностями, они получали непризнание и непонимание своего искусства, отчего судьбы многих из них были трагичны. В нищете умер Коген, которого ненавидели власти марксистских островов, где он жил. В 36 лет в одиночестве от безумия скончался Анри Тетулус Лутрек. 27 июля 1890 года в припадке душевной болезни смертельно ранил себя из револьвера Ван Гог. Он был похоронен в небольшом городке Овери на реке Уазе в провинции Иль-де-Франс, где провел последние годы недолгой 37-летней жизни. И лишь одному полю Сезанну суждено было дождаться признания своего искусства, хотя путь к нему тоже был нелегким. Первые статьи о Ван Гоге появились во французской прессе в 1890-1891 годах. Его талант оценили известный критик Ольбер Орье и писатель Октав Мирбо, отметивший огромную эмоциональную силу в выражении художником жизни, природы и человека. Умение представить эту жизнь гораздо более глубокое и драматичное, чем в произведениях импрессионистов. Последняя ретроспективная выставка работ Винсента Ван Гога состоялась в 1891 году в Парижском салоне независимых. Она оказала большое влияние на формирование вкусов художественной молодежи, которую тоже увидела в Ван Гоге живописца с повышенным эмоциональным восприятием окружающего мира, заложившего прочную основу искусства 20-го столетия. Юность Ван Гога прошла в Голландии. Он родился 30 марта 1853 года в семье пастора Теодора Ван Гога, проживавший в грудь в Зюндерте, в небольшом городке южной провинции Брабан, граничащей с Бельгией. Три дяди Винсента занимались торговлей произведениями искусства. Этой же коммерческой деятельности посвятил себя брат Винсента, Тео Ван Гог, с которым на протяжении всей жизни художников связывали теплые отношения. Прежде чем стать профессиональным художником, Винсент Ван Гог сменил немало профессий. Работа закалила его к 27 годам, когда он окончательно решил посвятить себя живописи. По рекомендации одного из своих дядей, в 16 лет Винсент начинает работать продавцом в Гагском салоне по продаже произведений искусства, в филиале варижской фирмы «Гупиль и Ка». С 1873 по 1875 год он исполнял те же обязанности, но уже в лондонском филиале фирмы. Из писем брату Тео известно, что он посещал музей Гааги и Лондона, стремился понять определяющее слово, содержащееся в шедерах великих мастеров. Любовь Винсента Курсули, дочери хозяйки пенсиона в Лондоне, которая была ею отвергнута, вызвала разочарование у юноши. Кроме того, в письмах Тео он постоянно писал о своем одиночестве вдали от семьи. Недолгая работа с мая 1875 года в парижском отделении «Семья считала, что перевод в Париж будет ему полезен», не принесла Винсенту удовлетворения, и интерес к сотрудничеству со сменившимися новыми компаньонами фирмы у него постепенно иссяк. Испытывая постоянное сочувствие к отверженным людям и имея перед собой пример отца, протестантского пастора, Винсент все серьезнее задумывался о своем религиозном призвании. Весной 1877 года он решил поступить на Богословский факультет университета в Амстердаме, но после года подготовительных занятий прервал учебу. Он испытал большую радость, когда в январе 1879 года ему удалось получить должность проповедника в армии, в шахтерском центре Баринаже на юге Бельгии. Он преподает шахтерам закон Божий, помогает им, ведет здесь совершенно нищенское существование христианского проповедника, выезжая в соседнее селение Кемп. Баринажи, где он жил до конца 1880 года, Винсент много рисовал. К этому периоду относятся листы возвращения рабочих, шахтеры, где изображены шахтеры-баринажи, занятые тяжелым трудом. Вера в необходимость социальных изменений в обществе, в скорые огромные перемены не покидает Винсента. Скоро переменится все. Мы живем в последней четверти века, который, как и предыдущий, завершается грандиозной революцией. «Мы, конечно, все равно не доживем до лучших времен, когда великая буря очистит воздух и обновит все общество. Надо говорить так. Нас еще гнетет удушливый зной, но грядущие поколения уже смогут дышать спокойнее», – писал он. Такие мысли проповедника Ван Гога не могли удовлетворить церковное начальство, и оно освободило его от должности. Винсент остался без средств к жизни. Именно в этот период он принял окончательное решение стать художником и в октябре 1880 года отправился в Брюссель, где поступил в Академию художеств. Однако из-за своего бунтарского характера он вскоре привырвал учебу и посвятил себя самостоятельным занятиям, в основном рисунком. Его главными кумирами в живописи были французы Жан-Франсуа Милле, Теодор Руссо, Анрея Данье, Констант Тайон и голландец Антон Муаве, дальний родственник по материнской линии. Винсент Ван Гог считал, что пойдет своим путем, не считаясь современной школой. В нем жила иступленная страсть против устоев буржуазного общества. «Я останусь псом и буду нищим, я буду художником», – писал он брату Тео, полагая, что остаться человеком в современном обществе можно только избрав участь собаки. Эти взгляды на жизнь вызывали отчаяние у Тео, и он призывал брата хоть иногда считаться сообщественными условностями. В апреле 1881 года Винсент из Брюсселя возвратился в Голландию, в город Этем, куда переехала его семья. Здесь он создал две первые живописные работы – натюрморт с капустой и деревянными башмаками и натюрморт с пивными стаканами и фруктами. В обоих натюрмортах простые окружающие человека предметы изображены с большим теплом. Возможно, натюрморт с капустой и деревянными башмаками исполнен под руководством Антона Муаве, у которого Винсент брал уроки, когда жил в Гаге. Уже к этим двум самым ранним произведениям художника Ван Гога можно отнести сказанные им слова, ставшие впоследствии лейтмотивом его творчества. И нет ничего более художественного, чем любить людей. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Вниманием к образам простых людей, их труду и быту, проникнутые и исполненные в Гаге рисунки с изображением рабочих песчаного карьера, моряков, рабочих, церковных прихожан. В его графике и в живописи появляется образ Христины Марии Ховарник по прозвищу Синн, уличной женщиной, имеющей дочь, в судьбе которой Винсент принимает участие и даже предполагает жениться на ней. Однако их совместная жизнь не сложилась, и Винсент покинул Гагу, переехав в провинцию Дренте, расположенную в Северной Голландии. Здесь с сентября по ноябрь 1883 года он написал полотна «Хижины Хаагевени» – «Вересковая пустошь», «Женщины, копающие в поле». В этих работах ощутимо влияние Эмилея, изображавшего сцены христианского труда, природу сельской Франции. В поле Древан Гога преобладают темные краски, передающие суровость природы Голландии, неяркое освещение ее широких, поросших в Вереском полей. Важным для формирования искусства Ван Гога стало его пребывание в Ньюэнене, городе на севере Барабанта, где в 1882 году его отец получил приход. Винсент провел здесь два года, с декабря 1883 по ноябрь 1885 года, создав сотни рисунков и картин. Рисунки жнец и женщина, складывающие снопы, выполнены энергичной линией, остро выразительной. В них переданы характерные движения крестьян, очерчены их крепкие фигуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok хижина на закате солнца, тополиная аллея, осенний пейзаж с четырьмя деревьями. В них средствами колорита уже были тонко переданы слитность деревьев, построек, фигурок людей со световоздушной средой, характер освещения в осенние дни, когда природа оживлена яркими красками листьев ив, тополей и ветел, уже увядающего травяного покрова. Лирическое настроение рождает и пейзаж церковь Нюэнэны, краски которого поэтично передают ощущения осеннего дня на улочке около церкви, возле которой живо беседуют горожане. Пейзажи Нюэнэна наполны любви к родной природе. Они передают настроение тихой грусти, сокровенные мысли и чувства художника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Нюэнэне Винсент Ван Гог создал много рисунков, на которых запечатлен труд ткачей этого маленького городка. Их ткацкие станки, черные махины из грязного дуба он сравнивал с клетками, в которые подобные животным заключены рабочие. Атмосфера однообразного и тяжелого труда ткачей Нюэнэна хорошо передана в картине ткач. Огромный ткацкий станок действительно напоминает клетку, крохочущий агрегат, подавляющий фигуру управляющего своим человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Первое крупное живописное произведение Винсента Ван Гога – его полотно «Едоки картофеля» было написано во время пребывания в Нюэнэне. Работая над ним, художник исполнил сотни рисунков и этюдов, засиживаясь в крестьянских домах до темноты, до тех пор, пока еле различал краски на палитре. Он зарисовывал лица христиан, предметы их быта, стремился передать эффект ночного освещения. Пятеро голландских христиан изображены на полотне, сидящем в деревенской хижине за столом, со скудным ужином, состоящим из вареного картофеля и кофе. Их лица освещены желтым светом лампы, свисающей с потолка, и сами они исполнены какой-то особой теплоты, христианского милосердия по отношению друг к другу. Возможно, не случайно Винсент во время работы над этой картиной писал брату Тео о христианском милосердии, об утешении верой в Бога, который находит своим страданием рабы в книге Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома». Субтитры создавал DimaTorzok Землистые, почти монохромные краски подчеркивают формы оцебенелых, искалеченных трудом фигур и рук крестьян. Гнетущее убогое жилище, где они смогли собраться для краткого отдыха лишь в поздние часы. Я старался подчеркнуть, писал Ангоп, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю. Таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду. Именно эта картина, в которой наиболее ярко были выражены художественные взгляды Винсента Ван Гога, дает возможность говорить о его программном желании создавать искусство для тех, кто не умеет красиво говорить, изображать жизнь простых людей, близких к природе. После смерти отца в марте 1885 года Винсент в ноябре этого же года покинул Ньюэнен и переехал в Антверпен. Здесь он много времени проводил в музеях, посещал классы школы изящных искусств. Работал над студиями обнаженных моделей в частых школах, но главным итогом недолгого пребывания Ван Гога в Антверпене было его знакомство с живописью Питера Пауля Рубинса, под влиянием которой он увлекся проблемами колорита, высветлил палитру. Его непродолжительное обучение в школе изящных искусств закончилось ссорой с руководством из-за манеры рисования. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О пастырской деятельности отца рассказывает его картина «Натюрморт с раскрытой Библией». Все предметы объединены в ней символическим значением, строго и патетично повествуя о жизни человеческого духа. Впечатления от Антверпена, этого большого города, охватившие художника в воодушевлении от соприкосновения с его жизнью, выражены в пейзаже «Дома в Антверпене». 28 ноября 1885 года Винсент писал Тео. «Мне бы хотелось погулять там в Антверпене с тобой лишь для того, чтобы понять, одинаково ли мы видим. Там можно делать все. Виды города, самые разные фигуры. Но в первую очередь, что-нибудь в японском духе». Это первое упоминание Ван Гога о японском искусстве, которым он будет увлекаться позднее, открывая особую пластику цвета и линии, в первую очередь в японской гравюре. В этой картине, в ритме сопряженных под углом домов, в их уютных маленьких двориках, взгляд на которые дан сверху, в поиске контрастных тонов, ощущается связь с построением пространства в японской гравюре. В Антверпене Винсент Ван Гог прожил до февраля 1886 года. На этом завершился голландский период его творчества. Вся дальнейшая жизнь была связана с Францией. Там его искусство постепенно приобрело признание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok